Мы сейчас пытаемся разобраться, что получается со звуком. Разберитесь, пожалуйста, потому что так невозможно будет говорить. Сейчас, секундочку. А, у вас YouTube есть? У вас включен YouTube? Выключите YouTube. У вас YouTube включен, у вас параллельно включен YouTube. Я? Да. У вас параллельно включен YouTube, поэтому. А как его выключить? Просто выключите его. У вас YouTube и студия включена. Нет. Нет у меня. А, вот. Все. Все. Вот тебе и нам. Вот нормально. Да. Спасибо, извините. Значит, я виновата. Все нормально. Вот. Стих, я отвечаю. 3-го числа я вернулась из Ирана. А я внимательно мониторилась и в Иране, и до того, и после возвращения иранские медиа. А как вы знаете, многие знают, что я дипломированный иранист. И я могу сказать следующее. Судя по иранским медиа, по моему анализу, надо сказать, в достаточно откровенной форме, с моей точки зрения, они пытались предупредить израильтян о том, что готовится очень серьезная акция против Израиля. Да, но понятно, что они окружали это всякими ритуальными танцами на предмет того, что сионистскому режиму долго не жить, но они очень тщательно это делали. За месяц до этого они приняли группы еврейских ортодоксов из Израиля, предоставившим жилье, кровь. Ну, вы знаете, в Иране немало действующих синагог, которые оплачиваются, хедеры и медицинские центры оплачиваются государством. Вот, приехали ортодоксы, их приняли в объятия буквально, расцеловали, вот, и все было в порядке. И иранцы очень сокрушали, что одну группу ортодоксов почему-то израильское правительство не выпустило. Вот, теперь далее. Скажите мне, пожалуйста, это я задаю вопрос, ответа не надо, давайте я сама дам ответ. С 2016 года кто осуществлял конвой в сектор газа? Отвечаю, Турция. По договоренности с правительством Нетаньяху. Значит, более того, Турция очень гордилась тем, что все условия, которые Анкара выдвинула Тель-Авиву в связи с этим, были соблюдены. Я не знаю, какие были условия, видимо, ограниченный досмотр. Правильно? Наверное. Да, значит, логистически единственная страна, которая взаимодействовала с сектором газа, была Турецкая Республика. Катар не скрывал своей финансовой помощи Хамасу. Напоминаю нашим зрителям, что Хамас – это братья-мусульмане. Это боевая группа такого направления в исламе сунницком, как братья-мусульмане. Для Хезбалы они, в принципе, могут быть временами ситуативными попутчиками, но уж точно не друзья. И никакой доверительности там между этим нет, они конкуренты. Ну, а тем, кто совсем, может быть, не знаком с предметом, я могу сказать, что в палестинской автономии существует три конкурирующие группы. Время от времени они еще и воюют друг с другом. Поэтому там тоже единства в товарищах нет. Короче говоря, если кто-то что-то поставлял, какие-то средства, которые сейчас используются хамасовцами для атак на Израиль, то это Турция. Вот по таким каналам это могло идти. Потому что ни у кого другого никаких каналов не было заподозрить. Египет у меня язык не поворачивается, понимаете? Потому что Египет, который снят своих братьев-мусульман, и нафиг ему извиняюсь за выражение, это головная боль. Египту хватает своих проблем с Ливией, Эпиопией и разными прочими переворотами в Африке и так далее. Но только не это, как вы знаете. Значит, Египет исключаем. Все, больше никого, кроме Турции. А про Турцию все молчат при этом. Почему-то все молчат, да? Да, я не молчу. Потому что я сразу посмотрела, с какого времени и как регулярно ходили конвои. Регулярно и с 16-го года. А это означает, что мимо турецких спецслужб точно это не могло пройти, ибо они там ходили по земле. Теперь второе. Значит, все, что произошло, имеет, с моей точки зрения, сразу выявилось, что это имеет три контура. Микрополитический, я имею в виду Израиль-Палестина. А мезополитический, я имею в виду Передняя Азия, то есть Турция, Ближний и Средний Восток. Лига арабских государств. И макрополитический США, ЕС, Россия, Китай, Совет Безопасности и разные прочие. Значит, и на всех уровнях мы видим отражение этого конфликта. Что касается микрополитического уровня, это серьезно, поэтому придется посмотреть правде в глаза. А деградация идеологии и практики, скажем так, сионизма налицо была еще лет 13 назад, когда я очень хорошему израильскому автору, к сожалению, забыла фамилию женщины, заказала статью о трансформациях, встаниях именно таких сионистских партий и политических кругов. Очень интересная была информация. То есть никакого уже почти отношения к отцам-основателям и к их, скажем так, адреналину, который позволил им полными руками создавать это государство и отстаивать его интересы, точно в Израиле не было. Это раз. Второе, мы видели, что Нитаньяху надоел. Третье, мы видели протесты, связанные с этой судебной реформой. Четвертое, мы видели недавние в связи с судебной реформой отставки военных, что для Израиля и для израильских силовиков был беспрецедентно, учитывая все-таки тревожность, в которой регион пребывает. Это правда? Да, Лев, давайте посмотрим. Хамаз готовил эту операцию. Минимум, это я так и скажу, у меня нет никаких данных. Минимум месяца 4-5. Полгода. Я считаю, полгода. Вообще-то по-хорошему. Ну, вы человек, который все-таки погоны носил, поэтому, конечно, вы лучше в этом разбирайтесь, но мой друг Саша Либин, не знаю, он в Тель-Авиве, когда-то мне сказал, что любая, а он человек все-таки проходивший в Израиле военную службу, по-серьезному, он мой ровесник, чуть старше даже, поэтому понятно, что он человек старшего поколения. Вот, ему уже там 72, по-моему. Вот, он мне сказал, что любая военная или военизированная операция, серьезная, комплексная, готовится 9 месяцев, как беременность, и захохотал. Вот, значит, глухие, слепые, в литургическом сне силовые структуры Израиля не видели, не слышали, не замечали того, что происходит. А если замечали, то говорили, ну, это фигня, все, мы с этим одной левой справимся, вот, это несерьезно, и так далее. То есть, в сути. А с тем, что произошло в войну судного дня, когда я напомню, я знаю этот эпизод, и бы с этим человеком Шапшином не пришлось пересечься. Был такой аналитик в Израиле, у которого было прозвище лейтенант в кипе, потому что в пятницу, когда уже начался шаббат, а я помню, евреи, по-моему, в 5 часов вечера уже, как бы, шаббат начинается, да, он, будучи просто простым лейтенантиком, охранником, премьер-министр Голдемейер, нарушив все уставы, ворвался к ней с криками «В субботу будет война!». Его посадили на гаупт вахту, может быть, даже немножечко побив. Вот. Ну, а война случилась, после этого все-таки к нему, к его аналитике стали относиться серьезно. Действительно, он был очень интересный собеседник, приезжал в Москву, и вот в Москве Шапшина я с ним познакомилась. Ну, я думаю, такие люди тоже были, но они уже к Метаньяху не прорывались, и не хотели огорчать начальство. То есть люди, которые ходят по земле, не могли этого не заметить. Ребята, которые служили на тех самых КПП, утверждают, что муха не могла пролететь, ну не может этого быть, они все объясняют. Положили камеры и связь положили, все. Да. То есть, значит, это означает, как минимум, что по каким-то причинам решили этого не замечать и использовать это. Ну, ладно, там, скажем, перебегут там эти 10 хамасовцев, мы их тут перестреляем. Заодно скажем, что страна в предвоенном положении, и ай-яй-яй вам тут хороводы протестные водить. Я не исключаю такой позиции, понимаете, да? А оно оказалось все гораздо серьезнее. Кто это организовал и кто помог это осуществить, я уже сказала. А Иран тут ни при чем, понимаете? Я даже в посте своем... Друзья, ну, вы многие знаете, кто меня знает, что есть канал Коренеги Вардян Избранной, и там есть этот пост. Я даже в конце вспомнила пионерский анекдот. Большинство из нас русскоязычных этот анекдот знают. Стоят пионеры у памятника Пушкина, проходит мимо хулиган и говорит, что вы тут стоите. Вот, значит, сегодня день рождения Пушкина, и мы стоим тут честно. Он говорит, а это который Муму написал? Пионер отвечает, нет, Муму написал Тургенев. Хулиган говорит, это как такое может быть? Муму написал Тургенев, а памятник Пушкин. Понимаете? Какое средство для нападения поставляла Турция, а виноват Иран? Киренев, вот такой вопрос у меня к вам есть. Израиль должен подписать мировое соглашение с Лигой объединения арабских стран ОРС. И это очень сильно, конечно, не нравилось Хамасу, я так понимаю, не нравилось Турции. И, может, это была причина нападения? Ну, заметьте, значит, Эрдоган сначала молчал. Потом, когда Стамбульская улица вышла с криками «Хотим помочь собратьям, хотим отправьте солдат в сектор Газа», он все-таки выступил и сказал «Ай-яй-яй, вот нет государства Палестины, ужуй Израилю». Тоже вспоминаю замечательный свой разговор со своим другом, у которого есть израильские и американские паспорта. Человек, он глубоко уважаемый, очень информированный, и имеющий контакты серьезные в Израиле. Я спрашивала, это было, ну, наверное, год-два назад. Я попросила узнать, что отставные хотя бы мудрые и опытные израильские силовики думают об амбициях Турции. Потому что я-то за ними слежу, я их мониторю. А у Турции два проекта. Один проект «Стратегическая глубина» это распространение по континенту пролиферация, то есть проект «Туран». Все понятно, да, там Азербайджан, Казахстан, Туркмень, ну, Монголия, Пакистан, туда и далее, везде. А есть и второй проект, на который вообще не обращают внимания. Это «Мави-Ватан», «Голубая Родина». Потому что Эрдоган стал утверждать, маловато мне акватории, маловато дали Турции акватории, дайте больше. И я догадалась, что на самом деле, скорее всего, учитывая сложность его положения, необходимость иметь источник доходов и серьезные какие-то природные ресурсы, коих у него нету, так Господь Бог распорядился, но нету турции серьезных природных ресурсов. И я так понимаю, аппетит его и его взгляд был направлен не куда-нибудь. а на довольно богатое, прямо скажем, месторождение «Левиафан», которое, в общем-то, на котором хотел и хочет заработать в Израиле. Правильно? А это морское месторождение. Вот. И я спросила, не опасаются ли они, что возникнут проблемы, и что амбиции Турции, и желание Эрдогана стать султаном, и короноваться в Аляксе, ну, я так условно, в кавычки беру, да, то есть помолиться, как лидер исландского мира и вернуться вообще, как вот на белом коне, как-то не тревожат ли израильские власти? Мой друг поговорил и сказал, вы знаете, корене, что мне ответили? Ответ был вообще поразивший меня, я решил, что просто меня водят за нос и лапшу вешают на уши. Извиняюсь, конечно, за все эти дворовые выражения, но тут мы между своими, да. Значит, генерал, отставной и многозвездный генерал просил мне передать следующее, что турки всегда относились хорошо, а и османы хорошо относились к евреям, что никогда никаких репрессий и погромов еврейских на территории Османской империи не было. Я про себя думаю, ну, это просто ложь. Да, вот в чистом виде погромов не было, а вот убийства евреев были, и они были зверские и ритуальные, магические, ритуальные, очень страшные. Я не хочу сейчас это говорить. Потом нацисты, кстати, эсэсэси использовали такое издевательство над трупом. Это не просто убийство, а еще дополнительное издевательство над трупом. Я об этом читала, причем в иранских источниках. Иранцы об этом в ужасе писали, как они это видели в турецких городах. Таких убитых евреев, мимо которых народ ходил, там чай пил и так далее. А трупы эти лежали в ужасно обезображенном, отвратительном виде. Вот. Я подумала, ничего себе. Значит, ну, в общем, проблем, он сказал, не было. Второе, он сказал, Турция, наш партнер, и мы в ней не сомневаемся. Я про себя подумала. Я говорю, слушайте, Виктор, ну, я не знаю, стоит передавать или нет. Вы знаете, мы армяне тоже, как сыр в масле в Османской империи, долго катались, зарабатывали, министерские должности занимали, нос задирали и так далее. Известно, чем кончилось. Вы не боитесь, что могут повторить? Почему такая, откуда такая странная уверенность детская, я бы даже сказала. Я ни в коем случае не хочу стращать израильтян и ни в коем случае не хочу лезть в отношения израиля и Турции. Просто я это наблюдаю. А вот относительно Ирана я наблюдаю и знаю очень хорошо, что Ирану нужен Ливан и Сирия. И Израиль ему тоже, извиняюсь опять-таки за выражение, нафиг не сдался. Палестину Иран поддерживает в рамках документов, принятых ООН, между прочим. И для того, чтобы быть симпатичным для остального исламского мира, с которым у Иран не такие простые, как вы догадываетесь, отношения. По определению. А Ирану это нравится и он никем другим становиться не хочет. Хочет оставаться сам себе, в своем самостоянии, такой шиитской империей, с влиянием в Ираке, с влиянием в Афганском Герате, который, к сожалению, разрушен землетрясением. И я выражаю сочувствие пострадавшим. Там очень большие жертвы. Никто на фоне этих всех событий даже не обратил внимание на эти ужасные, чудовищно, трагические события в Афганистане. Вот. Значит, ну уж где еще? В Африке есть очень хорошие позиции у Ирана. И Йемен те же хуситы. Так что даже Саудовская Аравия, извините, регионы, где Саудовская Аравия нефть добывает, там шииты проживают. Шиитское меньшинство. Вот. Поэтому Иран совершенно не настроен захватывать чужие территории. Основная концентрация, такая тревожная концентрация войск иранских имеет место на границе с Азербайджаном, с Арменией, чуть-чуть с Турцией. Там 100 тысяч только военнослужащих, минимум, а может быть уже и больше. Очень много техники, и это давно, стационарно, и 40 тысяч корпуса стражей исламской революции. Иран имеет хорошие позиции в Ливане, где я была. И что любопытно для тех, кто в Ливане не был, я должна сказать, при том, что Хизбалла это парламентская партия в Ливане, ну вы знаете, как бы сказать, стилистически присутствие Ирана не чувствуется вообще. То есть, никакого давления в плане шариата, дресс-кода, ну чего-то такого там нет. То есть, Иран очень мягко осуществляет свое присутствие в странах близких, духовно близких, скажем так. Это не в защиту, я просто вам рассказываю, как это есть. Ирану этот конфликт совершенно ни к чему. Вернее, втягивание в этот конфликт против Израиля. Иран никогда не говорил, что евреи не имеют право на свою государственность в регионе неисторического формирования еврейского народа. Они всегда выступали только против сианитского режима, который не позволял Палестине, не дал Палестине осуществить свое государственность. Ну, в общем-то, они не выходили за рамки ООНовских документов. Калина, у меня такой вопрос там есть. Что вот сейчас Израиль собрался в силу, дал хороший отпор, дает дальше, идет там разная риторика, вплоть до уничтожения полностью Хамаса. Как вы думаете, что в дальнейшем будет сейчас там? Хамасу пришел конец? Чем закончится все тут ваше мнение такое? Ну, насчет конца я сильно сомневаюсь. Второе, надо понимать, что с Хамасом играли все, включая израильские спецслужбы. И это говорю не я, это мне, когда я упомянула Хамас, мне Яков Кедми сказал, знаете, у него так жалваки напрягаются, он сказал, бросил взгляд и сказал, Хамас это детище израильских спецслужб. Ну, я бы не стала, конечно, такую почетную миссию приписывать только израильским спецслужбам, но я напомню, как с Хамасом работали и американские спецслужбы, и американские политики, и как они легализовали Хамас, между прочим. Какую финансовую помощь Германия в том числе оказывала и ряд других стран, так что с Хамасом общались все, включая мою любимую страну, гражданкой которой я являюсь, Российскую Федерацию. Напомню, что Лавров тоже встречался с лидерами Хамаса. Так что Хамас был легализован, так или иначе. Вот, поэтому, ну, о чем тут говорить, уничтожат ли они Хамас? Думаю, нет, потому что вот сама горячая фаза, по большому счету, если все будет идти по старым каким-то, немножечко по старым лекалам, учитывая отсутствие у Израиля стратегической глубины и ограниченный все же мобилизационный ресурс, то обычно Израиль самостоятельно при всей отваге, по крайней мере, в прошлом военнослужащих израильских, ну, где-то это две недели. Дальше они начинают просить о переговорах. Вот так было раньше, так было во вторую ливанскую, которая Израиль проиграл, правда? Вот так было постоянно, то есть мне представлять, что эта горячая фаза будет длиться вне 10 еще. Подчеркиваю, горячая фаза. Вот, и я вижу, как та же Лига Арабских Государств, не случайно генеральный ее секретарь приехал именно в Москву, это означает, что Лига Арабских Государств склоняется к возрождению, возможно, Ближневосточного квартета, или в каком-то ином формате, может быть, даже это обсуждается, если невозможно, чтобы американцы, европейцы и Россия сидели за одним столом и обсуждали израильско-палестинский конфликт. Может быть, и какой-то иной формат, но явно он приехал в Москву не случайно. Он говорит о переговорах, и Радаган, который вроде бы поругал Израиль за то, что, значит, нет государства Палестины, тоже сказал о переговорах. Как я вижу, уже разговоры начались. Сейчас понятно, что в ситуации горя, отчаяния, кстати, с обеих сторон, понимаете, да, то есть, понятно, что в секторе газа как бы те удары, которые наносятся, это уже просто ковровая почти бомбардировка, поэтому там же тоже и дети, и женщины, и старики, и кто угодно. Что бы они там себе не думали и кому бы они не сочувствовали. Вот, все равно трагедия. Поэтому, ну, вот эта горячая фаза явно продлится дней 10, а дальше как-то начнет утихомириваться. Что касается Хизбаллы, которая так точечно, минометным огнем поддержала, и как будто бы я не могу верифицировать, осуществила некую операцию, перейдя границу Ливана и Израиля и точечно кого-то там прирезало, включая каких-то генералов, я не знаю. Я не могу верифицировать эту информацию. Да, сейчас идет бомбардировка Ливана тоже немножко, я слышал. Вот, но дело в том, что вот это зря, потому что вести такие боевые действия на два фронта, это дня на три может и хватит, вот, но у Израиля, как я понимаю, после того, как он отправил свои же вооружения на Украину, а сейчас они, извините, пожалуйста, некоторые вооружения с Украины всплывают у того же Команда, вот те, здрасте, как говорится, да, вот, но запросил ведь вооружение у Соединенных Штатов, у Соединенных Штатов, ваших дорогих и любимых, с флотом не так хорошо, как кому-то бы хотелось, правильно? Вот, и авианосцы, насколько я понимаю, в нормальном состоянии, два только плавают, ну да. Вот один сейчас ушел и туда стоит уже один. Ну да, а он давно стоит, он стоял, пока шли натовские учения в Грузии, он стоял у берегов Анталии, а потом к Сицилии от Тулы. Так что он там недалеко, недалеко. Он, конечно, большой, но я не думаю, что для него трудно пересечь это водное пространство и подойти к берегам. А что он будет делать? Вот интересно, что он будет делать? Да, ничего. Я не понимаю, что он может делать. Территория небольшая, я вам говорю, стратегической глубины там нету ни у кого. Вот, развернуться, понимаете ли, в таком королевстве с хорошей, красивой войной с авианосцем одного. Я как-то не очень понимаю вообще, тамагавки будет выпускать, куда, зачем, кого. Вот вопрос, мотоциклистов, что ли, в этих, дельтаполонеристов, ну, тоже какая-то нелепость, понимаете, это просто вот отметиться. Вам уже, мы, Соединенные Штаты, вам тут не позволим, вам здесь нет. А я вообще не верю сейчас Байдену и всей его команде. более того, вы знаете, я считаю, что даже символически, вот, удивительное дело, началась такая трагическая страница, да, на этой территории, прямо скажем, на святой земле. А этот, ваш Байден, вечеринку устроил, барбекю. Это очень символично, понимаете. А тут и сейчас находится вся, тут находится вся в палестинских флагах, а Баку весь в израильских флагах. Будет ли Баку поддерживать Израиль в конфликте, Анкара, Палестину? И как это поверяет на сотрудничество Анкары и Баку во внешней политике? Забавно, но я видела азербайджанские флаги на улице Кстамбула, вместе с турецкими, вот, так что азербайджанцы, которые находятся в Турции, они выступают на стороне Палестины и этого не скрывают. Я думаю, что азербайджан в израильских флагах это скорее жест, чем искренние отношения. Хотя понятно, что да, ну, это как бы это так хорошие минусы влюсти при всем при том. Я не думаю, что азербайджан до такой степени, скажем, смертельно озабочен положением Израиля. Более того, ближайший союзник, как вы знаете, азербайджан все равно Турция. Вот, так что вот это такая вот игра в нанайских мальчиков, не более чем. Вот, тем более, что суверенитет Азербайджана и возможности Азербайджана по сравнению с турецкими, которые тоже, Турция тоже зависима, знаете, и от Соединенных Штатов зависима, и от Японии, кстати, своей очень близкой союзницы, потому что Япония деньги дает, и от многих, 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 но это все-таки большое государство и с большой армией серьезная. Азербайджан в этом смысле карлик рядом с Турцией, правда же? Вот, поэтому, ну, что он себе такого может без Турции позволить в регионе? Турция его большой брат, вот, поэтому, ну, да, и, скорее всего, турки сказали, давайте мы такие флаги будем тут размахивать, такими флагами, а вы израильскими. пусть израильтяне думают, что мы тоже так шептушком поддерживаем, просто у нас вот улица, мусульмане, ну, пусть нас тоже поймут. А Турцией, а пусть? Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok